здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube сегодня розы и что мы с ними делаем дальше да мы купили их в магазине уложили в холодильник завязали вот так вот газетами резинками чтобы ничего не сваливалась для чего для того чтобы не было слишком слишком большого испарения эти розы одного и того же сорта так сострела вот с этой и с этой да ну-ка посмотрим так вот еще одна такая перепутала просто но не важно то есть я в одну лунку посажу три одинаковые розы лунка будет 60 сантиметров диаметром но дома посадить например да 5 кустов роз я их все вместе посажу я не буду их сажать отдельно у меня нет столько места правда сегодня я хочу показать что же делать дальше когда у них появились вот такие большие отростки видите эти розы уже просятся чтобы их присадили до высадки в сад они не выживут мы с вами открывали пакеты до открывали вот вытаскивали вот так вот разрезали туда и дорога значит разрезали все уздечки которыми были скреплены прививочные кулачки здесь все было очень даже по взрослому а теперь давайте попробуем развернуть ребят вот да немножко придется уделаться посадите салфетку непромокашку какую-нибудь снимайте аккуратно бумагу как вот они их паковали одному господу известно но паковали однозначно только я вижу что все-таки корневище у них мощная но при всем при этом она коротковатая ну нет худа без добра сейчас мы увидим что внутри давайте я так расправлю чтобы было видно и понятно смотрите нам придется снять всю упаковку она здесь очень сложная мне хочется посмотреть если там корни если корней нет какой смысл их сажать в горшки вертикально они ведь и не образуют эти корни они их образуют холоде у них тоже холодный старт понимаете в холоде и естественно в желательно бы без особого освещения кто есть наш холодильник смотрите корешки просыпаются они есть у этой розы слава тебе господи вот они беленькие вот они красавчики вот их какое количество проснулось смотрите радость-то какая вот на каждом корешочки есть белый корешок и я попробую завернуть потому что ну сегодня не день посадки к сожалению завернуть так чтобы ничего не обломать я хочу показать что с ними надо будет сделать с развернутыми разумеется надо приготовить субстрат я не могу этого делать здесь нет таких условий вот правда я не знаю как блогеры все это показывают фигню какую-то это у меня вон в ванной стоит таз огромный и там все как надо целая фабрика кухня смотрите я значит внимательно смотрите я беру три розы то все снимаю все туда на стенке на стенке этого огромного горшка я сыплю почвы и прилепляю и и чтобы у меня потом корни с корешками не коснулись пластмассы да это немножко придется повозиться да это по одному вот так наклоняя вот так ставя да я вот это тоже не буду трогать но здесь и будет 3 так лежать иначе мне не хватит места и 3 роза суда вот когда они уже начнут распускать и весь свой шикарный верх когда придет пора их пересаживать я постараюсь это сделать так аккуратно так тихо чтобы не поранить корни для этого придется полить а может быть а может быть взять сейчас когда будете высаживать и взять один полетеновый пакет проткнуть дырки внизу расположить его можно мусорный пакет расположить его по горшку плотненько да и высадить туда с субстратом чтоб потом этот пакет оттуда вытащить опустить аккуратно в ямку в лунку и засыпав почвы аккуратно этот мешок стянуть да все не так просто ну и не так сложно на самом деле вы же не сайте 150 кустов по три штуки сразу я думаю что нет смотрите значит здесь прививочные кулачки они достаточно мощные хорошие и вот прямо в начале кулачков почки замещения вот они красавцы вот они видите сколько и и вы должны посадить даже в горшке послушайте меня пожалуйста это мой добрый совет посадить так чтобы у вас вот 5-7 сантиметров было под землей даже в горшке если будет мешать корневище обрежьте его ну нет у нас другого выхода поймите значит посадочную лунку приготовьте заранее какое-то количество дренажа потому что роза вам спасибо скажет за это обязательно купите доломитовую муку и костную муку комплексное цветочное удобрение тоже обязательно вы на долгие годы сайте розу вы должны это помнить значит на пожалуйста ваши вопросы я все помню не надо старапывать воск и не давайте советов на моем канале если вы не знаете как сделать правильно я вас очень прошу потому что вы вводите в заблуждение людей начинающих заниматься садом и огородом и это плохо кончится для их растений ваши советы воск не снимается он сам отпадет если в процессе кстати сказать хранения воск начал хлябать на веточках значит что правильно значит веточки побеги высохли и роза погибла поэтому никакого снятия воска значит пока мы высаживаем розы либо без пакетов либо в пакетах вот так по 3 их ну эти еще можно подержать ну это то растет а поскольку и будет три в лунке они должны быть одинаковые высоты и стебли тоже и мы нам придется посадить весь этот вояж естественно в один горшок я спрячу все это в пакет и уберу опять же в прохладное место с рассеянным светом прохладное с рассеянным светом это тоже холодный старт только в холоде у нее особенно лежа хорошо образуются корни на этом закончу следующие программы вы обязательно увидите что делать дальше с розами и да с мимозами всего доброго и до свидания с мимозами